Иеремия, глава 48. Иеремия, глава 49. Иеремия, глава 49. Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд. И в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Иеремия, глава 49. Иеремия, глава 49. Иеремия, глава 49. Оставьте города и живите на скалах, жители Маава. И будьте как голуби, которые делают гнезда во входе в пещеру. Слыхали мы о гордости Маава, гордости чрезмерной. О его высокомерии, и его надменности, и кичливости его, и превозношении сердца его. Знаю я дерзость его, говорит Господь. Но это ненадежно. Пустые слова его не так сделают. Поэтому буду рыдать о Мааве и вопить о всем Мааве. Будут воздыхать о мужах Кирхореса. Буду плакать о тебе, виноградник сиваимский. Плачем Яозера. Отрасли твои простирались за море, достигали до озера Яозера. Опустошитель напал на летние плоды твои и на зрелый виноград. Радость и веселье отнято, как мило, и от земли Маава. Я положу конец вину в точилах. Не будут более топтать в них с песнями. Крик брани будет, а не крик радости. От вопли и сивона до илиалы и до иацы они поднимут голос свой от Сигора до Ранаима до третьей иглы. Ибо и воды немримо иссякнут. Истреблю Маава, говорит Господь, приносящих жертвы на высотах и кодящих богам их. Оттого сердце мое стонет о Мааве, как свирель. О жителях Кирхореса стонет сердце мое, как свирель. Ибо богатства, ими приобретенные, погибли. У каждого голова гола и у каждого борода умолена. У всех на руках царапины и на чрестах вретище. На всех кровлях Маава и на улицах его общий плач. Ибо я сокрушил Маава, как непотребный сосуд, говорит Господь. Как сокрушен он, будут говорить рыдая. Как Маав покрылся стыдом, обратив тыл. И будет Маав посмеянием и ужасом для всех окружающих его. Ибо так говорит Господь. Вот как орел взлетит он и распрострет крылья свои над Маавом. Города будут взяты и крепости завоеваны. И сердце храбрых мавитян будет в тот день, как сердце женщины, мучимые родами. И истреблен будет Маав из чреста народов, потому что он восстал против Господа из числа народов. Ужас и яма и петля для тебя, житель Маава, сказал Господь. Кто убежит от ужаса, упадет в яму. А кто выйдет из ямы, попадет в петлю. Ибо я наведу на него, на Маава, годину посещения их, говорит Господь. По тени Исивона остановились бегущие, обессилев. Но огонь вышел из Исивона и пламя из среды Сигона. И пожрет Бог Маавы и теми сыновей мятежных. Горе тебе, Маав! Погиб народ Хамаса. Ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в пленение. Но в последние дни возвращу плен Маава, говорит Господь. Досели суд на Маава. Еремея, глава 49. О сыновьях Аммоновых так говорит Господь. Разве нет сыновей у Израиля? Разве нет у него наследника? Почему же Малхом завладел гадом, и народ его живет в городах его? Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда в Раве сыновей Аммоновых слышен будет крик брани. И сделается она грудой развалин, и города ее будут сожжены огнем. И овладеет Израиль теми, которые владели ими, говорит Господь. Рыдай, Есивон, ибо опустошен Гай. «Кричите, дочери Раве, опаяшьтесь вретищем, плачьте и скитайтесь по огородам, ибо Малхом пойдет в плен вместе со священниками и князьями своими. Что хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровлю, вероломная дочь, надеющаяся на сокровища свои, говорящая, кто придет ко мне? «Вот я наведу на тебя ужаса всех окрестностей твоих, говорит Господь, Бог Саваоф. Разбежитесь кто куда, и никто не соберет разбежавшихся. Но после того я возвращу плен сыновей Амоновых, говорит Господь». «О Едоме», — так говорит Господь Саваоф. «Разве нет более мудрости в Фимане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их? «Бегите, — обратив тыл, — скрывайтесь в пещерах жителей Дедана, ибо погибели Сава, я наведу на него время посещения моего. Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то, верно, оставили бы несколько недобранных ягод. Если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно. А я до нога беру Исава, открою потаенные места его, и скрыть себя он не может. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его. «Оставь сирот твоих. Я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня. Ибо так, — говорит Господь, — вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее. И ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным. Но непременно будешь пить чашу. Ибо мною клянусь, — говорит Господь, — что ужасом, посмеянием и пустыней, и проклятием будет вассор, и все города его сделаются вечными пустынями. Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать, «Соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну. Ибо вот я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми. Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселенных скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо свое. И оттуда незрин у тебя, — говорит Господь, — и будет едом ужасом. Всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Как не спровернуты Содом и Гоморра и соседние города их, — говорит Господь, — так и там ни один человек не будет жить, и сын человеческий не остановится в нем. Вот восходит он, как лев от возвышения Иордана на укрепленное жилище. Но я заставлю их поспешно уйти из Идумеи, и кто избран, того поставлю над нею. Ибо кто подобен мне, и кто потребует ответа от меня? И какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, какое он постановил об Едоме, и намерения его, какие он имеет о жителях Фимана. Истина! Самые малые стад повлекут их и опустошат жилища их. От шума падения их потрясется земля, и от голоса крика их слышен будет у Чармного моря. Вот как орел поднимется он и полетит, и распустит крылья свои над вассором. И сердце храбрых Идумеян будет в тот день, как сердце женщины в родах. О Дамаске! Постромленный им Афья Арпад, ибо, услышав скорбную весть, они уныли, тревога на море, успокоиться не могут. А Рабел в Дамаске обратился в бегство, страх овладел им. Боль и муки схватили его, как женщину в родах. Как не уцелел город славы, город радости моей. Итак, падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день, говорит Господь Саваоф. И зажгу огонь в стенах Дамаска, и истребить чертоги Винодада. О Кидаре и о царствах Оссорских, которые поразил Новуходоносор царь Вавилонский, так говорит Господь. Вставайте, выступайте против Кидара, и опустошайте сыновей Востока. Шатры их и овец их возьмут в себя, и покровы их, и все утварь их, и верблюдов их возьмут, и будут кричать им ужас отовсюду. Бегите, уходите скорее. Сокройтесь в пропасти, жители Оссоры, говорит Господь, ибо Новуходоносор царь Вавилонский сделал решение о вас и составил против вас замысел. Вставайте, выступайте против народа мирного живущего беспечно, говорит Господь. Ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке. Верблюды их отданы будут в добыче, и множество стад их на расхищение, и рассеив по всем ветрам этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их, наведу на них гибель, говорит Господь. И будет Оссор жилищем шакалов вечную пустыню. Человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем. Слово Господа, которое было и Керемии, пророку против Елама в начале царства Неседыки царя Иудейского. Так, говорит Господь Саваоф, вот я сокрушу лук Елама, главную силу их, и наведу на Елам четыре ветра четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изнанные Еламиты. И поражу Еламитян страхом перед врагами их и перед ищущими души их, и наведу на них бедствие, гнев мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их, и поставлю престол мой в Еламе, и истреблю там царя и князей, говорит Господь. Но в последние дни возвращу плен Елама, говорит Господь. Иеремия, глава пятидесятая. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне, о земле халдеев через Иеремию пророка. Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите, Вавилон взят, вилл посрамлен, миродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идла его сокрушены. Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею. И никто не будет жить там, от человека до скота, все двинутся и уйдут. В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего, будут спрашивать о пути к Сиону. И, обращая к нему лица, будут говорить, идите и присоединитесь к Господу с союзом вечным, который не забудется. Народ мой был, как погибшие овцы. Пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам. Скитались они с горы на холм, забыли ложе свое. Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили, мы не виноваты, потому что они согрешили пред Господом, перед жилищем правды и перед Господом надеждою отцов их. Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли и будьте, как козлы, впереди стада овец. Ибо вот, я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной и расположиться против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром. И халдея сделается добычей их, и опустошители ее насытятся, говорит Господь, ибо вы веселились, вы торжествовали, расхитили наследие, расхитители наследие моего, прыгали от радости, как телиться на траве, и ржали, как боевые кони. В большом стыде будет мать ваша, покраснеет родившая вас. Вот будущность тех народов, пустыня, сухая земля и степь. От гнева Господа она сделается необитаемою, и вся она будет пуста. Всякий, проходящий через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Выстроитесь в боевой порядок вокруг Вавилона, все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа. Поднимите крик против него со всех сторон. Он подал руку свою. Пали твердыни его, рушились стены его, ибо это возмездие Господа. Отмщайте ему. Как он поступал, так и вы поступайте с ним. Истребите в Вавилоне и сеющего и действующего серпом во время жатвы. От страха губительного меча пусть каждый возвратится к народу своему, и каждый будет бежать в землю свою. Израиль, рассеянная стадоль, львы разогнали его, прежде обидал его царь Ассирийский, и сей, а сей последний, навуходоносор, царь Вавилонский, и кости его сокрушил. Посему, так говорит Господь, саваоф Бог Израилю, вот я посещу царя Вавилонского и земли его, как посетил царя Ассирийского, и возвращу Израиля напажить его, и будет он пастись на Кормиле и в Ассане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде. В те дни, и в то время, говорит Господь, будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их, ибо прощу тех, которых оставлю в живых. «Иди на нее, на землю возмутительную, и накажи жителей ее, опустошай и истребляй все за ними, говорит Господь, и сделай все, что я повелел тебе». Шум брани на земле и великое разрушение. Как разбит и сокрушен молот всей земли! Как Вавилон сделался ужасом между народами! Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон. Не предвидя того, ты найден и схвачен, потому что поставил против Господа. Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего, потому что у Господа Бога Саваофа есть дело в земле халдейской. Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее, как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось. Убивайте всех волов ее, пусть идут на заклание, горе им, ибо пришел день их, время посещения их. Слышен голос бегущих и спасающихся из земли вавилонской, чтобы возвестить на сегодня о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм его. Созовите против вавилона стрельцов все напрягающие лук, расположитесь станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него. воздайте ему по делам его, как он поступал, так поступите и с ним, ибо он вознесся против Господа, против святого Израилева. Зато падут юноши его на улицах, его и все воины его истреблены будут в тот день, говорит Господь. Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь, Бог Саваоф. Ибо пришел день твой, время посещения твоего, испоткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет его, и зажгу огонь в городах его, и пожрет все вокруг него. Так говорит Господь Саваоф. Угнетены сыновья Израиля, как и сыновья Иуды, и все пленившие их, крепко держат их, и не хотят отпустить их. Но искупитель их силен Господь Саваоф имя его. Он разберет дело их, чтобы успокоить земли и привести в трепет жителей Вавилона. Меч на халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его. Меч на обаятелей, и они обезумеют. Меч на воинов его, и они оробеют. Меч на коней его, и на колесницы его, и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины. Меч на сокровища его, и они будут расхищены. Засуха на воды его, и они иссякнут. Ибо это земля из туканов, и они обезумеют от идольских страшилищ. И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаема вовеки, и населяема в роды родов. Как не спровержены Богом Содом и Гаморра, и соседние города, да их, говорит Господь. Так и тут. Ни один человек не будет жить, и сын человеческий не будет останавливаться. Вот идет народ от севера, и народ великий. И многие цари поднимаются от краев земли, держат в руках лук и копье. Они жестокие, не милосерды. Голос их шумен, как море. Несутся на конях. Выстроились, как один человек, чтобы сразиться с тобой, дочь Вавилона. Услышал царь Вавилонский весть о них, и руки у него опустились. Скорь побьяла его, муки, как женщину в родах. Вот восходит он, как лев от возвышения Ярдана, на укрепленное жилище. Но я заставлю их поспешно уйти из него. И кто избран, тому верю его. Ибо кто подобен мне, и кто потребует от меня ответа, и какой пастырь противостанет мне. Итак, выслушайте определение Господа, какое он постановил о Вавилоне, и намерения его, какие он имеет о земле халдейской. Истина. Самые малые стад повлекут их. Истина. Он опустошит жилище их с ними. От шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет слышен между народами. Иеремия, глава 51. Так говорит Господь. Вот я подниму на Вавилона на живущих среди него противников моих, и пошлю на Вавилон веятелей, и развеют его, и опустошат земли его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук, и навеличающегося броней своей, и не щадите юноши его, и истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской, и пронзенные на дорогах ее. Ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами перед святым Израилевым. Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьянявший всю землю, народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем. Возьмите бальзама для раны его, может быть, он исцелеет. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его. И пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу. Пойдем и возвестим на сегодня дело Господа, Бога нашего. Острите стрелы, наполняйте колчаны. Господь возбудил двух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона. О, ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей. Господь с самого поклялся самим собой, истинно говорю, что наполню тебя людьми, как саранчою, и поднимут крик против тебя. Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею, и разумом своим распростер небеса. По глазу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя, и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо истукан его есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец его, и Израиль есть жезл наследия его, имя ему Господь Саваоф. Ты у меня молот, оружие воинское, тобой я поражал народы, и тобою разолял царство. Тобою поражал коня и всадника его, и тобою поражал колесницу и конницу его, возницу его. Тобою поражал мужа и жену, тобою поражал я и старого, и молодого, тобою поражал и юношу, и девицу, и тобою поражал пастуха и стада его, тобою поражал и земледелочий и рабочий скот его, Тобой поражал и области начальников, и градоправителей. И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они делали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебе руку мою, и незрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелою. И не возьмут из тебя камни для углов и камни для основания. Но вечно будешь запустением, говорит Господь. Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него народы. Созовите на него царства араратские, министские и аскенастские. Поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную саранчу. Вооружите против него народы, царей, мидии, области начальников его и всех градоправителей его, и всю землю подвластную ей. Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю Вавилонскую пустынью без жителей. Перестало сражаться сильные Вавилонские, сидят в укреплениях своих, истощилась сила их. Сделались как женщины, жилища их сожжены, затворы их сокрушены. Гонец бежит навстречу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю Вавилонскому, что город его взят со всех концов. И броды захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены страхом. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Дочь Вавилона подобна гумну во время молодьбы на нем. Еще немного, и наступит время жатвы ее. Пожирал меня и грыз меня, Навуходоносор, царь Вавилонский. Сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон. Наполнял чрево свое сластями моими и извергал меня. Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона. И кровь моя на жителях Халдея, скажет Иерусалим. Посему так, говорит Господь. Вот я вступлюсь в твое дело, и отмщу за тебя. И осушу море его, и сушу каналы его. И Вавилон будет грудой развален жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей. Как львы зарыкают все они, и заревут, как щенки львиные. Во время разгрещения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном, и не пробуждались, говорит Господь. Сведу их, как ягнят на заклане, как овнов с козлами. Как взят в сесах, и завоевана слава всей земли. Как сделался Вавилон ужасом между народами. Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его. Города его сделались пустыми, землей сухою, степью, землей, где не живет ни один человек, и не проходит сын человеческий. И посещу вилла в Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченное им. И народы не будут более стекаться к нему, и даже и стены Вавилона падут. Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа. Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год. И на земле будет насилие. Властелин восстанет на властелина. Посему вот, приходят дни, когда я посещу идолов Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него. И восторжествует над Вавилоном небо и земля, и все, что на них. Ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. Как Вавилон повергал пораженных израильтян, так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны. Спавшиеся от меча уходите. Не останавливайтесь. Вспомните издали о Господе. И да взойдет Иерусалим на сердце ваше. Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство. Бесчестие покрывало лица наши. Когда чужесемцы пришли во святилище Дома Господня. Зато вот, приходят дни, говорит Господь, когда я посещу истуканов его, и по всей земле его будут стонать раненые. Хотя Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою. Но от меня придут к нему опустошители, говорит Господь. Пронесется гул вопля от Вавилона, и великое разрушение от земли халдейской. Ибо Господь опустошит Вавилон, и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их, как большие воды, раздастся шумный голос их. Ибо придет на него на Вавилон опустошитель, и взяты будут ротоборцы его. Сокрушены будут луки их, ибо Господь Бог. Воздаяние воздаст воздаяние, и напою да пьяна князей его, и мудрецов его, области начальников его, и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным, и не пробудется, говорит царь. Царь, Господь Саваоф, имя его. Так говорит Господь Саваоф. Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем. Итак, напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня. Слово, которое пророк Иеремия заповедовал Сирае, сыну Нире, сыну Маосеи, когда он отправлялся в Вавилон, к Сидекии, царем Иуде Сидекии. В четвертый год его царствования Сирае был главный постельничий. Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон, все сии речи, написанные на Вавилон. И сказал Иеремия Сирае, когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи, и скажи, Господи, ты изрек от мести тем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечной в пустынею. И когда окончишь чтение всей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Ефрата. И скажи, так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно из немогут. Досели речи Иеремии. Иеремия, глава 52. Сидекий был 21 года, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме 11 лет имя матери его, Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И он делал злое в очах Господа, все то, что делал Иоаким. Посему гнев Господа был над Иерусалимом и Иудой до того, что он отверг их от лица своего, и Сидекий отложился от царя Вавилонского. И было в девятый год его царствования, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел на выходоносор царь Вавилонский сам и все войско его к Иерусалиму. И обложили его, и устроили вокруг него насыпи. И находился город в осаде до одиннадцатого года царя Сидекии. В четвертом месяце, в девятый день месяца, голод в городе усилился, и не было хлеба у народа земли. Сделан был пролом в город, и побежали все военные и вышли из города ночью воротами, находящимися между двумя стенами подле царского сада, и пошли дорогу из степи. Халдеи же были вокруг города. Войско Халдейское погнало за царем, и настигли Сидекию на равнинах Ерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя и привели его к царю Вавилонскому в Ривлу, в землю Ямав, где он произнес над ним суд. «И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии перед глазами его, и всех князей иудейских заколол в Ривле, а Сидекии выколол глаза, и велел оковать его медными оковами, и отвел его царь Вавилонский в Вавилон, и посадил его в дом стражи до дня смерти его». В пятый месяц, в десятый день месяца, это был девятнадцатый год царя Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел на Музардан начальник телохранителей, предстоявший перед царем Вавилонским в Иерусалиме, и сожег дом Господний, и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем. И все войско халдейское, бывшее с начальником телохранителей, разрушило все стены вокруг Иерусалима. Бедных же из народа и прочий народ, остававшийся в городе, и перемещиков, которые передали царю Вавилонскому, и вообще остаток простого народа, Навузардан начальник телохранителей выселил. Только несколько из бедного народа земли Навузардан начальник телохранителей оставил для виноградников и земледелия, и столбы медные, которые были в доме Господнем, и подставы, и медное море, которые в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли всю медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при богослужении, взяли. И блюда, и щипцы, и чаши, и котлы, и лампады, и фимиамники, и кружки, что было золотое, золотое, и что было серебряное, серебряное, взял начальник телохранителей. Также два столба, одно море и двенадцать медных валов, которые служили подставами, которые царь Соломон сделал в доме Господнем. Меде во всех этих вещах невозможно было взвесить. Столбы сии были каждый столб в восемнадцать локтей вышины, и шнурок в двенадцать локтей обнимал его, а толщина стенок его внутри пустого в четыре перста. И венец на нем медный, а высота венца пять локтей. И сетка, и гранатовые яблоки вокруг были все медные, тоже и на другом столбе с гранатовыми яблоками. Гранатовых яблок было по всем сторонам девяносто шесть, всех яблоков вокруг сетки его. Начальник телохранителей взял та же Сираю первосвященника и Цифанию второго священника, и трех сторожей порога, и из города взял одного евнуха, который был начальником над военными людьми. И семь человек, предстоящих лицу царя, которые находились в городе, и главного писца в войске, записывавшего в войско народ земли, и шестьдесят человек из народа страны, найденных в городе. И взял их на Узардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле и мав. И выселен был Иуда из земли своей. Вот народ, который выселил на Уходоносор в седьмой год, три тысячи двадцать три иудея. В восемнадцатый год на Уходоносор из Иерусалима выселено восемьсот тридцать две души. В двадцать третий год на Уходоносор на Узардан, начальник телохранителей, выселил иудеев семьсот сорок пять душ. Всего четыре тысячи шестьсот душ. В тридцать седьмой год, после переселения Иоакима, царя иудейского, в двенадцатый месяц, в двадцать пятый день месяца, явил Меродах, царь Вавилонский. В первый год царствования своего возвысил Иоакима, царя иудейского, и вывел его из темничного дома. И беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол ее выше престола царей, которые были у него в Вавилоне. И переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день до дня смерти его, во все дни жизни его.